Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, именно применительно в том примере, который вы сделали, на мой взгляд, нет ничего, относившегося прямо к вам. Это может быть просто высказывание человека, который находится на эмоциях, ну, да, с немного специфическим уровнем культуры. Это определенно, я бы сказал, позиция человека, определенно его такая точка зрения, да, и как бы к вам напрямую она не относится. Вот, поэтому говорить о том, что вас оскорблять как-то, например, на мой взгляд, нельзя. Вот. Потому что к вам это не относится. Вот. Примечательно, конечно, то, что вас саму это вызывает несколько. Примечательно, что у вас, у самой, у самой вызывает это какую-то реакцию, и я бы хотел, чтобы вы как-то, может быть, поисследовали бы, что это, что это такое за реакция, что она из себя представляет, эта реакция, вот. Может быть, ну, может быть, стоит ее несколько изучить, да, более, скажем так, подробно, подробно, потому что это, ну, такой достаточно, достаточно важный момент. Вот. И, собственно, это уже, ну, больше про вас, да, то есть это больше история именно про вас. Это история больше именно про то, как, грубо говоря, я, ну, вот это воспринимаю, как я к этому отношусь. Понимаю, понимаешь, я, вот. И, соответственно, на это нужно обратить, обратить ваше, ваше внимание, как мне кажется. Вот. Если вас, условно, это вызывает, если вас вызывает, то, например, как мужчина, там, допустим, ну, допустим, ведется, да, да, если вас вызывает, то как, как человек, ну, условно говоря, воспринимает вас, то ему нужно, наверное, об этом сказать, ему нужно, наверное, об этом, ну, как-то донести до него эту позицию вашу. Если вы уже донести эту позицию до человека, и он относится к этому пренебрешительно, ну, значит, это, здесь вряд ли можно что-то поделать. В том смысле, что, ну, в том смысле, что человека вы не перевоспитаете, да, вот, ну, в принципе, не получится перевоспитать кого-либо, особенно если это взрослый, состоящийся человек, ага, вот, если вас это вызывает, образно говоря, то, с этим стоит права, почему вас это вызывает. Маловажным моментом является то, что вы как будто, как будто, знаете, сами не уверены в том, чего вы хотите, то есть как будто вы не уверены в том, хотите ли вы хотите быть для этого мужчины коллегой или хотите быть для него кем-то больше, понимаете? То есть, мне кажется, что, ну, мне кажется, что вы не определились, вот, что, честно говоря, мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться, безусловно, я могу быть неправым в этой ситуации, вот, но мне кажется, что сами вы как-то, вот, не понял, не понял. А-а-а, ничего хотите. Именно вот, человек. И, на мой взгляд, вам надо бы разобраться с этим, на мой взгляд. Нужно бы, ага, поисследовать этот момент. На мой взгляд, опять же, повторю. Потому что, если вы хотите быть просто коллегой, то это ничего не значит. То, что он говорит. Если вы хотите быть женщиной для него, то да, это значит, вам нужно сказать, что вам это неприятно. Если человек ваше чувство разделяет, если вы разделяет, он поймёт, делать так, делать так и говорить так больше, скорее всего, не будет. Если не поймёт, значит, он вас обесценивает, ну, или относится к вам, мягко говоря, не так, как вы того заслуживаете, не так, как, ну, не так, как нужно. Вот. И тогда уже только вам решать, как воспринимать его дальше. То есть вы можете либо принять его, если, ну, если можете, если хотите, вы можете его принять. Либо вы можете его не принимать и, ну, просто прийти к выводу о том, что человек вам не подходит. Что касается вопросов вашего непосредственного, я бы здесь ответил бы, наверное, так, что для ответа желательно больше информации. Больше информации про вас, больше информации про мужчину, больше информации про то, какой он человек и так далее. Вот это было бы, ну, было бы весьма кстати. Потому что, потому что, не зная человека, не зная, какой он там и какое вообще там поведение, например, для него свойственно, допустим. Нельзя, нельзя, однозначно ответить на ваш вопрос. Вот. То есть, я бы хотел спросить, почему, ну, вот, в своем дополнении, например, вы пишете, что... Ну, что, с вашим вопросом не ознакомились, да? Ну, ну, грубо говоря, вы... Как бы, ну, 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 вам неприятно, что с вашим вопросом не ознакомились. Вот. И я могу вас понять. Ага. Ну, при этом, вы, ээээ, хотите, чтобы мы ответили, вам, касательно смысла шуток. вам, вот, не знаю человека, то есть, я согласен с тем, что, как бы, ну, не знаю, внимательно, внимательно, да, я согласен с вами. Ну, я также думаю, что нужно больше информации предоставить нам, чтобы мы смогли использовать его, дать вам наиболее полный ответ. Вот. Примерно так, я думаю. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. Не почтите, пожалуйста, это вам желание консультировать. Желание консультировать есть, просто нет желания ошибаться, скажем так. Вот, не хочется ошибаться, видимо. Вот. Потому что, потому что ошибиться легко. Очень легко ошибиться, на самом деле. А вот, что делать потом? То есть, если мы ошибемся, то уже потом с этой информацией пойдете. По жизни она может быть неправильной. Понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, тут нужно быть предельно осторожным. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Всего доброго. Удачи.